Всем привет! Сегодня вышел официальный релиз Windows 11 и, соответственно, вы можете обновить ваш компьютер, если он полностью совместим, а в некоторых случаях даже если не полностью совместим с Windows 11. На официальном сайте Microsoft появилась вот эта страница, посвященная Windows 11. Сразу отмечу, что через центр обновления и обновления пока приходить не будет, то есть насколько Microsoft сообщает, на поддерживаемых компьютерах оно начнет приходить с начала 22-го года через центр обновлений, то есть пока только вот таким вот образом. Страница слегка изменилась по сравнению с предыдущими версиями Windows, теперь у нас здесь есть три варианта действий. Первый — помощник по установке Windows 11 — утилита, которая устанавливает сама по себе на текущий компьютер Windows 11, текущий компьютер с Windows 10. Второй пункт — создание установочного носителя Windows 11. Это утилиты Media Creation Tool, но которую слегка изменили и теперь там нет пункта обновить этот компьютер сейчас, то есть только либо создание флешки или загрузочного диска, либо загрузка ISO образа и отдельно скачивание образа ISO Windows 11. Соответственно, если вы хотите обновиться сейчас, какие у вас есть варианты? Если у вас компьютер поддерживает Windows 11, то есть утилиты проверки совместимости показывают, что он полностью совместим, вы можете использовать помощник по установке Windows 11, то есть выглядит он вот таким вот образом. После нажатия принять и установить у вас пойдет скачивание, а что будет дальше чуть попозже посмотрим, я пока не запускал. Если у вас компьютер не поддерживает Windows 11, вы можете создать загрузочную флешку либо с помощью утилиты Media Creation Tool и установить с нее и на большинстве компьютеров, достаточно современных, даже при отсутствии полной поддержки, с такой флешки можно будет поставить Windows 11, либо отдельно скачать образ диска Windows 11. Причем это можно, в общем-то, сделать и на поддерживаемых компьютерах. Смотрите, я запустил сразу все три инструмента. Первый — это помощник по обновлению, который у меня уже здесь запущен. Второе — это запуск установки с смонтированного образа ISO, то есть я смонтировал образ, запустил с него просто setup.exe, таким образом тоже можно установить обновления, но вообще образ чаще используют все-таки для установки с загрузочной флешки, о чем я чуть попозже сниму видео, пока еще не успел этого сделать. В принципе, таким образом тоже можно будет установить обновления. И наконец у меня запущено Media Creation Tool. Здесь у нас таким вот образом выглядит, то есть мы выбираем какая версия Windows нас интересует, в одном образе сразу будет и профессиональная и домашняя редакция и все остальные. Потом далее и уже выбираем, что нам сделать — флешку или образ ISO. То есть все точно так же, как было в предыдущем Media Creation Tool, за исключением отсутствия пункта обновить сейчас. Я буду сам лично обновляться с помощью утилиты по обновлению, то есть помощник по установке Windows 11 — это у нас первый пункт на официальной странице, то есть вот этот пункт. И посмотрим, как это будет происходить. При перезагрузках, когда будет перезагрузка и так далее, мне придется выключать съемку, соответственно этого я не смогу показать, но результат и весь процесс я потом попробую на словах описать. Итак, запустили помощник по установке Windows 11, компьютер у меня этот, на котором я это снимаю, полностью совместим, нажимаем принять и установить и здесь нам придется просто ждать шаг первый — это у нас будет загрузка. Причем, как нам сообщают здесь в разделе «Прежде чем начать», для обновления нам потребуется не менее 9 гигабайт свободного места только для скачивания Windows 11, то есть здесь скачивается не образ непосредственно, который занимает меньше, а сами файлы установки. Собственно, я жду, а потом дальше посмотрим съемку, пока прекращаю. Итак, все три шага, включая загрузку файлов, подготовку и установку, были завершены автоматически, каких-то действий от меня как от пользователя не потребовалось и теперь мне предлагают перезагрузить компьютер для установки. После перезагрузки видео я снимать, естественно, не смогу, но постараюсь на телефон снять несколько фото по основным этапам и потом уже в видео их вмонтирую, поясню, что именно происходило и покажу результат обновления. Также, что я заметил, когда дошел у меня компьютер до этапа перезапустить сейчас, у меня диск системный был зашифрован с помощью BitLocker и тут я вижу он автоматически шифрование снял, то есть для того, чтобы соответственно установить обновление, то есть для вас это важный какой-то момент — учитывайте его. Ну что ж, поехали! Итак, компьютер перезагрузился, после этого что происходило? После этого появился экран об установке обновлений, все происходило автоматически, каких-то действий с моей стороны не потребовалось, то есть вот так вот это выглядело — работа с обновлениями, работа с обновлениями, после этого появился экран входа в систему и после входа подготовка компьютера, как обычно при установке, ну и в результате появился рабочий стол и в общем-то все работает, все на месте, программы запускаются, единственное с чем я уже столкнулся — в OBS Studio, где я записываю видео, отвалился микрофон, пришлось в настройках менять, странно достаточно работает OBS Studio, то есть как будто бы притормаживает, не знаю соответственно как это видео запишется и пока в общем-то других проблем не увидел. Что касается версии Windows 11, у нас сборка 22.00.194, то есть та, которую мы уже получали в виде предварительных сборок, и в общем-то все, если вы видели обзоры самой системы, то в общем-то ничего особо не изменилось, не то что особо вообще не изменилось, все точно так же. Пользоваться можно, обновление прошло успешно, проблемы буду дальше смотреть-искать, но пока не обращая внимания каких-то особых нюансов, я не заметил. Решать обновляться или нет вам — внизу под видео будет ссылка на мою статью по поводу того, стоит ли обновляться до Windows 11, там очень субъективно, кратко, кому стоит, кому может быть стоит подождать. На этом все, завершаю. Спасибо за внимание, удачи вам!